С удовольствием представляю своего гостя. Сегодня основные тезисы послания президента федеральному собранию мы обсудим с нашим экспертом, общественным и политическим деятелем, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, а также первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день, с огромным удовольствием всегда встречаюсь с Терой и с ее телезрителями. Послание президента федеральному собранию. И возникает такой вопрос. Мерм очень много, которые нужно реализовывать. А как это будет происходить в привязке к нашему самарскому региону и с чего самое главное нужно начинать? Ну я думаю, что в первую очередь речь идет о тех словах президента, с которых он начал свое послание, которые произвели на всех очень глубокое впечатление, когда он сказал, от того, сколько нас будет, зависит будущее России. Тем самым он подчеркнул, что демография является основным критерием эффективной работы любого руководителя. Неважно, федеральное ли министерство, региональный ли руководитель. Демография, а точнее становится для нас больше или меньше, это качество здравоохранения, это качество отечественного образования, уезжает куда-то молодежь, или наоборот, мы привлекательны для зарубежных студентов. Это количество рожденных детей и детская смертность. До какого возраста, до жития наши граждане могут рассчитывать, и поэтому слова президента о необходимости войти в клуб 80+, это одна из важнейших задач. Но в конечном счете это проблема и инвестиций, как ни странно бы это звучало, создания новых рабочих мест, качества жизни. Все это укладывается в ту парадигму, которую обозначил президент, в соответствии с которой необходимо улучшать и бытовые условия, и социальные условия. И в этой части мне хотелось бы провести параллели, вот сейчас буквально через несколько минут у нас будет прием граждан, на то, что очень часто невозможно разделить региональные задачи и региональные выгоды от тех или иных указаний президента, которые, вне всякого сомнения, радуют каждого жителя России, и руководителя, и обывателя. Это значительное увеличение мер поддержки, это планы по удвоению затрат на отечественное здравоохранение, это строительство в ближайшие годы на 270 тысяч мест и слей. То есть это все те меры, которые, безусловно, принимаются, одобряются. Но, тем не менее, даже в региональной проекции, когда приходит к тебе конкретный избиратель и задает вопрос, который касается вроде бы лично его, он не системный, не касается законотворчества, хотя очень часто в эту приемную приходят люди не со своими проблемами, а с проблемами определенных сообществ. И конкретный пример, когда на прошлую подобную встречу ко мне пришел гражданин, безуспешно пытающийся получить положенное ему бесплатное лекарство, но вместо бесплатного лекарства, получавший бюрократические ответы, в соответствии с которыми он не успевал в 2019 году получить данный препарат. Лекарственный препарат, который должен был входить в территориальную программу государственных гарантий и бесплатного оказания медицинской помощи. Его обнадежили, сказали, что в следующем году он подаст и получит вовремя, однако в нынешнем году выяснилось, что в нашу самарскую территориальную программу обеспечения медпрепаратами, бесплатными медпрепаратами по медицинским показателям данный препарат не входит и на плановый период 2021-2022 года он также не входит. Я обратился к министру здравоохранения Российской Федерации и получил очень быстрый и четкий ответ от заместителя министра Хоровой, где она очень четко и недвусмысленно говорит, что отсутствие данного препарата в нашем территориальном списке, самарском, и в этом году, и в обозримом 2021-2022, это нарушение требований к территориальной программе, и что Минздрав в России проверит, какие еще препараты отсутствуют и будет очень внимательно следить за тем, как у нас трансформируется наша территориальная программа, ставит этот вопрос на контроль и, соответственно, копию этого ответа посылает и в Министерство здравоохранения нашей Самарской области. Вот так частный вопрос одного человека позволил выявить проблему, и я надеюсь решить, поскольку он не одинок в своем желании и в том, что государство ему гарантирует возможность доступа к медицинским бесплатным препаратам. Я очень надеюсь, что те граждане, которые подобно этому заявителю не смогли получить то, что им положено по закону, это получат. Поэтому я не стал бы разделять вопросы наши региональные, понятно, они нас чрезвычайно интересуют, с вопросами федеральными, все взаимосвязано. И то, что президент в своем послании наряду с вопросами социальной поддержки, в том числе рассматривал вопросы системные, это и изменения в Конституцию, это и чрезвычайно важную задачу по национализации элит, недвусмысленно сказав, что необходимо внести в Конституцию поправки, в соответствии с которыми на высокие государственные должности, а также в депутатский корпус, в Совет Федерации, не могут попадать люди, которые имеют второе гражданство, постоянный вид на жительство, какие-то иные схожие разрешения. Я считаю, что мы свободная страна, где каждый человек может выбирать, сколько гражданства мы иметь. Но если ты решил служить своей стране, то позиция временщика абсолютно не соответствует тем задачам, которые есть. И поэтому наряду с прикладными вопросами, или с вопросами, которые решают конкретные проблемы, в том числе, допустим, подготовка медицинских кадров, целевой набор очень хорошая инициатива, когда на дефицитные медицинские специальности будут поступать молодые люди по целевому набору, и потом приедут туда, где их компетенции будут востребованы. Поэтому послание было очень мощным, интересным, вызвало абсолютно у всех моих коллег положительные эмоции. И я надеюсь, что это не только федеральный уровень постановки вопросов, но и решения, которые коснутся каждого жителя, в том числе и Самарской области. Хотелось бы обсудить с вами одну цитату из послания. Она, на мой взгляд, продолжит эту мысль. Если кто-то предпочитает себе работать, не напрягаясь, то лучше сразу уйти. Как вы считаете, это положительная установка или предупреждение? И если это предупреждение, то кому и, возможно, от чего? Это не предупреждение и не установка. Это констатация той ситуации, той парадигмы, в которой мы находимся. И отставка правительства, которая была, в том числе и для меня, абсолютно неожиданной. Да я думаю, что в стране крайне мало людей, если есть вообще такие люди, которые предполагали, что отставка произойдет. Ведь формально золотовалютные резервы растут. Внижноторговый баланс положительный. Инфляция ниже некуда. Вроде бы реализуются нацпроекты, да, к эффективности есть вопросы. Но в целом правительству можно поставить крепкую четверку. Нет же провалов, особенно в условиях тех жестких санкций, в которых мы работаем сейчас. Эти санкции меньше не становятся. Тем не менее, идут активно процессы импорта, замещения. Мы видим успехи оборонки, причем не только в части поставки и производства новых вооружений, военной техники, но и диверсикации, выпуска гражданской продукции. Вроде бы все неплохо. Но, тем не менее, основная задача президента, это выход на темпы роста выше среднемировых, не решается. И поэтому это не предупреждение, а четкий сигнал, что правительство должно, сдавая экзамен зрелости, получать не оценку хорошо, зачетку, а оценку отлично. То есть президенту требуется правительство, у которого красный диплом по результатам сессии. И перед новым правительством стоит очень серьезный вызов. Не случайно Михаил Владимирович Мишустин, который является одним из лучших руководителей в части использования цифровых технологий, автоматизации процессов, что необходимо не только в сфере госуслуг или в фискальной службе, но и в организации нашей повседневной жизни нам очень сильно облегчает жизнь тот же сайт госуслуг, различные опции, которые сейчас дают современные цифровые технологии. Поэтому есть достаточно серьезное обновление. Практически половина министров и вице-премьеров – это люди или совсем новые, или работающие на других должностях. Перед ними стоит очень сложная задача, и в этой задаче им предстоит быть отличниками. Для этого надо будет потрудиться. То есть нам, как простым жителям, ждать только положительных изменений? Для нас, как для жителей, заинтересованных в том, чтобы экономика страны росла, чтобы деньги тратились эффективнее, чтобы здравоохранение и образование были лучше, коррупции было меньше, принятие решений прозрачными. Стоит воспринимать это с оптимизмом. То есть рост требований к правительству со стороны нашего президента – это чрезвычайно позитивный фактор. И я предполагаю, что результаты обязательно будут. Оценивать мы будем в первую очередь не по формальным цифрам. Лично меня снижение инфляции до 2 или до 1% абсолютно не трогает. Меня трогает количество новых рабочих мест, увеличение пенсий. И, как сказал президент, приближение пенсии к минимальным зарплатам. Она не может быть меньше. Приближение пенсии к тем зарплатам, с которых человек выходил на пенсию. То есть качество социальных гарантий, их объем должен возрастать. И, в общем-то, это основная задача правительства и является. Хотелось бы задать еще один вопрос. Большая, я бы сказала, даже львиная доля уделялась в послании вопросам экологии. На мой взгляд, для нашей Самарской области это актуальный вопрос. А на ваш взгляд? На мой взгляд, не надо переоценивать грандиозность экологических проблем для Самарской области. Да, у нас, как и в других регионах, есть целый ряд проблем. Это касается и переработки отходов, и раздельный сбор мусора. И что скрывать, ряд предприятий, особенно в ночное время, периодически допускает сбросы или утечки. То есть есть проблемы, но по сравнению со многими другими, в том числе и близлежащими регионами, у нас не только лучшая ситуация, у нас еще и более положительная динамика. И я должен сказать, что за последние пару лет команда Дмитрия Игоревича не только добилась формальных результатов, но самое главное, заложила прочный фундамент. Высокое здание можно построить только на хорошем фундаменте. Этот фундамент сейчас заложен. Но тем не менее, для нас чрезвычайно важно, чтобы экология, которая влияет и на наше здоровье, и наше настроение, была качественной. И сейчас очень много в нашем регионе обсуждают перспективы так называемой малоснежных зим и маловодного периода, который может быть. Я общался с экспертами по данному вопросу. И нельзя сказать, что те северные районы, которые наполняют водосборные территории, когда уже к нам приходит в половодье так называемая большая вода, катастрофически испытывают дефицит, недостатка влаги. Таких данных пока нет. Ну и мы сейчас можем радоваться осадкам в виде снега, который видим за окном. Но тем не менее, очень многое зависит даже не от объема влаги, а от того, как хорошо сработают гидроэнергетики. Должен быть сформирован разумный водный баланс, который позволит и получить прибыль нашим энергетикам, и не допустить переполнения водохранилищ, поскольку износ напорных гидротехнических сооружений на ряде объектов достаточно высок. Очень много возрастных напорных гидротехнических сооружений. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что и энергетики, которые несут значительные расходы на сохранение инфраструктуры, должны получать прибыль. Поэтому разумный баланс, контроль со стороны государства, контроль со стороны гражданского общества. И мне кажется, данной проблемы на настоящий момент не существует. А что касается качества среды, в которой мы живем, многое зависит и от нас. Когда по-прежнему видишь, что порой открывается окно автомобиля и в лесополосу кто-то выбрасывает пакет с мусором, слегка притормозив, возвращаясь, я не знаю, или с дачи, или с пикника, то возникает, конечно, больше вопросов к себе. Заводы, конечно же, дымят, но очень часто мы относимся за порогом собственного дома, наплевательски к окружающей среде, и можно поставить сколько угодно много контейнеров для раздельного сбора мусора, но если внутри себя мы не принимаем решение, что так выгоднее для нас, не только со стороны денег, но и со стороны здоровья, мало что изменится. Поэтому дорога дальняя. Конечно же, мы не готовы, как Моисей много лет водил свой народ, чтобы выдавить из себя раба. Точно так мы не готовы к долгому пути за улучшение качества окружающей среды. Надо меняться быстрее. И здесь очень важно, чтобы наряду с административными мерами и надзором в области экологии, в области природоохраны, тем не менее, и менялось наше личное отношение к окружающей среде, и мы относились к ней более бережно и трепетно. Спасибо вам. И вам спасибо. Всего доброго, удачи. Субтитры подогнал «Симон»!